Снова всем привет! Мы продолжаем нашу эпопею в Kerbal Space Program, нашу карьеру. Значит сегодня мы продолжим нашу карьеру недавно начавшуюся. Вот у нас сегодня есть уже с чем поработать. Давайте посмотрим, что у нас есть из науки. Я немножко обновил моды. Скажем так, то, чего я говорил, что делать не буду, но на самом деле так случилось. Я нового практически ничего не доставлял. Я только обновил существующие моды, которые у меня стояли до более высоких версий. Соответственно, я сейчас заапдейчу те детали, которые появились. Единственное, новый мод я доставил, это Universal Storage Quad-Core. Но так как выяснилось, я вам говорил, что у меня не стоит мод, который внедряет в систему жизнеобеспечения. Я посмотрел, почему я его не поставил. Так как система TAS, которая самая ходовая, разработчики этого мода не поддерживают 64-питную версию Kerbal. Соответственно, пока нам дорога туда закрыта. Возможно, когда-то что-то изменится. Возможно, она работает совершенно нормально, но я пока не пробовал, чтобы не прийти к ситуации, когда нам придется перестанавливать Kerbal и переписывать все моды. Ну, в общем, не хочу я этим заниматься. Так, 22 Research Point. Что мы можем? Что мы можем? Ничего мы сейчас не можем, кроме системы стабилити. Как бы нам не хотелось, но нам ее все равно открывать придется. Открываем сейчас. Она позволит нам открыть General Construction и, соответственно, Flight Control. Во Flight Control мы получим первый модуль Мехджеба, второго, который нам в дальнейшем станет очень-очень большим помощником. Так, хорошо. Возвращаемся в основной экран. Смотрим по миссиям. Что у нас есть, интересно? Вот. Вот как только мы добрались до орбиты, сразу нам подсовывают Explore Moon. Причем, миссия разбита на три подмиссии. Значит, первый кусок работы, который нам придется выполнить, это достичь орбиты. За это нам дают 15 тысяч денег и 60 престижа. Вторая задача, это передать информацию научную с орбиты вокруг Муна. 30 ученых научных поинтов, чуть меньше престижа, те же 15 тысяч. Сделать посадку на Муне. Не дают науке, зато дают много престижа и много денег. И передать информацию с поверхности спутника, дают 30 престижа, 30 научных поинтов и 15 тысяч денег. Адванс для того, чтобы предоплата, дают 24 тысячи и по окончанию всего этого дела еще выплачивать 105 тысяч 300 престижа. Провал даже не рассматриваю. Это в наши планы вообще никак не входит. Берем. Тем более, что она у нас бессрочная. Смотрим, что у нас есть, значит, по Ресерчпоинтам. По Ресерчпоинтам у нас тесты. Тесты, тесты. Орбита Кербала не хочу. Это эскейп траектория. Вот, кстати, смотрите. Small Gear Bay. То есть это, грубо говоря, прототип шасси, который надо потестировать на убегающей орбите от Кербина. Можем взять, в принципе, потому что в любом случае у нас будет миссия, где нас заставят уйти от Кербина. То есть в данном случае даже полет к Муну может содержать элементы этой траектории. Дальше идем. Кербин, инкомплит, саборбитал траектория. Не хочу. Так, вот тут что-то новенькое. Это, скорее всего, из модов пришло. Что здесь дает? Изучить материалы с низкой орбиты Солнца. Значит, длительность 12 лет возьмем. В любом случае нам придется выполнять. Так, Кербин Слэшдаун 34. О, вот это можно взять. У нас уже набирается несколько тестов для Слэшдаун. Так, Rescue Redmond Kerman from Kerbin Orbit. О, вот одна из миссий, где надо спасти кербонавта, болтающегося на орбите. Сайн за это не дают, но дают немаленький кусок денег. Пока брать не будем, с деньгами проблем нет, но если надо пополнить кошелечек, вот хорошая миссия. Так, все то, что слишком большие условия, мы откидываем. Этим заниматься не будем. Каждый может попробовать в своем Кербане это сделать, в своем КСП. Кому интересно этим заняться, почувствовать себя конструктором-испытателем. Тоже вот миссия непонятна для чего. То есть, вроде бы, как и Сайнс дает, и денег дает. Трансфитрекарен Сент-Миссионс from Around the Kerbin. То есть, вылетаем вокруг Кербина, настоящуюся круговую орбиту, и передаем информацию. Получаем один Сайнс Пойнт и, грубо говоря, там 34 тысячи денег суммарно. Все, нагреблись миссией, можно идти выполнять. Деталей у нас, опять же, пока не так много, но мы с вами открыли много других деталей по Сайнсу, да? И их совершенно не использовали. Значит, смотрите, у нас есть Сайнс контейнер. У нас есть Мистери Гул, который вообще не использован был. У нас появились магнетроны, боро, да? Это что, он инфодрайв нам не особо нужен. Это из мода. Появились камеры, скан-радар, значит, комс-антенна. Первый танкер Сайнс Лаба. И, соответственно, первый экспериментал План Гроу. Это тоже из мода две вещи, которые позволяют нам получать науку. С орбитальных станций. То есть, скажем так, наличие орбитальных станций стало теперь обосновано с точки зрения получения науки. Экстернал камера есть. От Китана мод с Compact Survey Unit, который сканирует. Нам надо будет как-нибудь тоже затащить на орбиту. Также мод, смотрите, который позволяет нам планировать окна перехода к разным планетарным делам, что очень интересно. Например, хочу перелететь с Кербина на Моха. Плотит. Он мне строит и показывает максимально возможные эффективные окна перехода. То есть, в данном случае с минимальными затратами Дельта В, да, то есть скорость. Здесь мне, допустим, в лучшем случае надо потратить пять тысяч тридцать. Дельтовой прирост сделать, да. А в самом худшем, смотрите, аж тридцать шесть. Тридцать семь тысяч. То есть, представляете, да, расход топлива между красным и синим окном. Соответственно, также это показывает travel days, то есть количество дней, когда. А вот это departure date от сегодня. То есть, например, через 270 дней будет окошко, которое позволит мне максимально эффективно отправиться к мохам. Например, к дюне. Бум. Вот, через 213 дней затраты 1600, то есть детский лепет. Если этого не знать, можно отправиться вот в этой точке и придется потратить практически, видите, 10 тысяч, 11 тысяч. Прироста получить топливо надо тянуть немеряно. Здесь же, в данном случае, всего 1600. То есть, в 11 раз больше. Это вот такой вот модик, который нам будет, скажем так, чуть позже очень-очень хорошим помощником. Итак, переходим к постройке корабля. Сейчас вот я подумаю, чем мы займемся. Но мы все-таки попробуем собрать science непосредственно с армитальной площадки нашей, да, то есть с запуска. Ставим контейнер Mr. Go. На него сразу ставим. Дальше, что нам надо, нам надо. Магнетрон работает только, не магнетрон, а магнетометр, точнее, работает только на орбите, то есть без воздушном пространстве. Эффект холл камеры даже не использовал еще, не знаю, что нам надо. Больше нам, наверное, ничего не надо. Влететь мы никуда не будем. В принципе, в принципе, все. Так, здесь ничего, ничего. Вот смотрите, с синеньким, сине-зеленым, да, голубым. Выделены объекты, которые нам недоступны по науке, но которые нам даются, с которыми нам надо провести эксперименты. Это на будущее, чтобы вы знали. Запускаем наш космолет на стартовый стол. Грузись, грузись, не падай. Запустили. Ну, самое первое, самое простое. Ух ты, какие артефакты у нас полезли. Интересно, откуда это такое? Прозрачно, видите? Что-то у нас с тенями не то. Хотя это базовая модель. Ну да ладно. Observation Material. Мы получаем 7,5 материалов за изучение. Container, Mist, Regul. Что нам расскажет? Расскажет о том, что нечего здесь особо сильно делать. Но 3 Science Point он нам принесет. Crew Report. Тут у нас уже мы делали Report. Будет 0. Это факт. Соответственно, EVA Report у нас уже тоже был проведен. Будет 0, как мы видим. Я знаю, что мы можем попробовать взять сэмплы с поверхности. Я не помню, брали мы здесь. Не брали. 9 Science Point мы получим. Забраться обратно мы... А нет, можно еще попытаться. Тут хитро. Несколько раз подпрыгнув, можно попробовать зацепиться. Вот. Не, не получается. Падает наш кербин. Можно оставить так. Давайте покажу. Значит, когда я говорю recover, да? Я забираю кербина. Нашего кербонавта. Но, видите, вот 9 Science Point, которые он взял с поверхности Земли. Сама же часть корабля, которая у нас была, она осталась не тронутая. Значит, чтобы ее забрать, мне надо пойти в Mission Control. В Центр управления полетами. И вот здесь у нас покажется в запущенных кораблях. Renighted Spacecraft, да? Entitled. Который мы запустили, он 36 секунд назад. И вот здесь появилась галочка, кнопочка ракала. Нажимаю, забираю весь корабль. Вот моя наука, которую я в нее сложил. Все детали вернулись 100% полностью. Я вернул стоимость. Вот. 2,280. Все. То есть, я собрал и могу возвращаться отсюда. Из-за этого. Все. Первая задача выполнена. Мы восстановили немножечко науки. То есть, когда у нас там появятся колеса. Хотя можно, конечно, и сейчас поэкспериментировать. Съехать куда-нибудь в сторону. И здесь взять сэмплы. Ну, давайте будем все-таки заниматься космическим полетом. Это чуть интереснее. 23. Ага. У нас минимальная стоимость вхождения любой науки 45. Ну, значит, что? Значит, на орбиту нам вся дорога. Мы не сделали ни одного репорта из суборбитального полета. Значит, ну, создав новый. Хотя можно было использовать тот же. Давайте просто, чтобы у всех было одинаковое представление. Вешаю сразу сюда наш контейнер. Декуплер я вешаю после него. Потому что мне нужен контейнер вместе с парашютом, который спустится. Значит, мистери гу. Сюда вешаем. Вот, одного достаточно пока будет. Хотя, хотя... Давайте на всякий случай повесим два. Вот. Значит, смотрите. Вот мы добрались до вот этих интересных кнопочек. Это симметрия. То есть, я нажимая клавишу X, могу задавать множитель, сколько деталей я хочу повесить вокруг. То есть, видите. Соответственно, Shift и X будут уменьшать. И у меня стоит мод на Advanced Editor. Видите, да? То есть, расширенный редактор. Где он позволяет делать больше заданных разработчикам. У разработчиков было задано, по-моему, 8 деталей вокруг. Следующий момент. Угол привязки. То есть, вот круглая. То есть, деталь. Говорит о том, что у нас нет привязки. Я очень плавно могу двигать по поверхности. Привязка же говорит о том, что... Видите, вот оно с шагом определенным идет. То есть, для того, чтобы строить идеально симметричные, привязка нужна. Но иногда хочется повесить какую-то аппаратуру без вот такой жесткой привязки. Тогда ее отключаешь и все отлично получится. Значит, смотрите. Так как мы летим в космос, сразу вешаю сюда магнитометр. И парашюты. Смотрите. Так как я раскрыл новых два парашюта. Точнее, один. Я их вешаю два. Они уже крепятся не с торца, как было, а с боков. Вот тут мы и сталкиваемся с тем вопросом. А куда их повесить? Значит, будем вешать их вот один сюда. С альтом я зажатым альтом кликаю на детали. И я могу взять, сделать ее копию. Чтобы не тянуть избег. Вот, значит, смотрите. Когда я отстрелю докоплер, да. И когда у меня уже будет спускаемый модуль, останется один. Мои парашюты раскроются. И мы будем опускаться не вертикально, а горизонтально. Плошмя. То есть мы ляжем на землю вот этой стороной. Вот этой. В принципе, ничего страшного. Нам надо будет только сделать recover vessel. Поэтому ничего такого криминального в этом нет. Сразу повешу сюда нашу статистику. Engineering Redux. Вот. То есть базовая версия того, что мы запускаем. Скажем так, полезные нагрузки мы создали. Единственное, так как мы собираемся все-таки спускаться назад. Посмотрим. Батарейки надо бы повесить. У меня стоит мод. Дополняются другие батарейки. ТСКВ-мода. Заряд у них, в принципе, чуть-чуть побольше. Соответственно, масса повыше. То есть баланс соблюден. Я повешу вот сюда, прямо на спину, одну батарею. И мне будет достаточно 300 единиц. Так. Спускаться будем боком. Ноги я вешать сюда не буду. Хотя тоже можем попробовать. Но это уже будет совсем извращение. Тем более, что каждая деталь в карьере увеличивает стоимость корабля. Единственное, что я повешу. Смотрите, ребят. У нас окно иллюминатора. Если мы будем смотреть из кабины. Вот сбоку. А у меня почему-то такая привычка. Мне хочется всегда смотреть вперед. Значит, есть у меня камеры. Которые я могу поставить сюда. Вот я сюда ставлю камеру. И эта камера будет смотреть мне вперед. Вниз камеры смотреть. Тоже хорошо было бы. Попробуем поставить. Booster cam. Это у нас тоже камера. Она какая-то большая. А я хочу торцевую. Значит. Вот видите, я разворачиваю. Как я разворачиваю объекты. Стандартные. В ASD клавиши, к которым привыкли все геймеры, разворачивают нам. W и S. Соответственно, разворачивают в одной плоскости. A и D разворачивают в другой плоскости. И так как у нас трехмерное пространство, у нас еще есть Q и E, которые тоже крутят. В данном случае мы особо не видим. Потому что у нас одинаковый объект. Вот возьмем. Возьмем что? Возьмем парашют. Вот видите. В этой плоскости. Вокруг вертикальной оси я поворачиваю. Здесь я поворачиваю. Вокруг продольной оси. Которая идет от нас туда. К стартовому столу. И здесь я поворачиваю. Вокруг короткой оси. Видите. Которая идет с правой руки в левую. Соответственно, я сейчас разверну камеру. Попытаюсь ее отнизить. Ага. На мистереву контейнер она не вешается. Только она. Я хотел просто сюда снизу. Это единственная часть, которая смотрит мне четко вниз. Чтобы у меня была возможность смотреть и вниз тоже. В стороны я не хочу. Я и так могу через. Ну, значит будет без нее. Все. Поехали дальше. Дальше нам надо посмотреть, что у нас есть в контроле. В контроле у нас ничего нету. Поэтому никаких стабилизаторов ничего не будет. Нам нужно двигатели. Двигатели, значит, смотрим. Смотрим. Бак. Сразу вешаем. Вот смотрите. Пока у нас нет ни одного двигателя, я не знаю о массе. Видите. В этом отношении хорош мехджеб, который показывает информацию сразу. Неважно. Есть двигатель. Нет. Он показывает массу. Хоть вы даже одну банку поставите нашу с кербином. И он уже показывает вам вес. Смотрим. Значит. С драстом 90. 1.77. 33 на минуту 45. Отлично. Меня устраивает. Дельта В 2400. То есть для орбитальных операций мне вот этой связки более чем достаточно. Идем дальше. Ставим декуплер. Смотрим. Здесь два парашюта. Декуплер. Кстати. Нет. Декуплер у нас должен быть отдельно. Потому что это декуплер, который уже отделяет нас от баков. И только потом запускаем парашюты. Здесь соответственно, как мы говорили раньше, связываем баки с декуплером. И чувствую, что у меня высоты. Хотя нет высоты. Хватит. Хотел поднять кораблик. Значит. Первая ступень создана. Траст вейд отличный. Продолжаем дальше. Значит. Идем. Здесь мы в прошлый раз вешали два бака. И 230 траст. Потому что нам надо поднимать же еще вот этим весом. Вот этой частью. Да. Нам надо поднимать не только себя, но уже и всю полезную нагрузку. Плюс первую ступень. Точнее последнюю ступень в данном случае. Вот этот бак. И двигатель с декуплером. Значит. Траст вейд у нас почти двойка. Это излишне. Можем попробовать добавить еще один бак. Отлично. Один пятьдесят семь. Более чем достаточно. Здесь у нас получается две триста девяносто дельта ве на первой ступени. И на второй суммарно получит четыре восемьсот. Этого должно нам хватить для того, чтобы вывести нашу полезную нагрузку на орбиту. Пишем название. Орбитал марк. Един. Энтер. Сохранили. Все. Мы готовы к запуску. Вперед. Включаем систему стабилизации, которая есть у нас в нашей банке. Комманд подом. Я ее называю банка. Консерва для кербанов. Значит. Поехали. Красивая луна. Кстати, обратите внимание, луна у нас поднялась уже выше в первых бисерах. Луна у нас была низенькая. Тут у нас все поднялось. В первую. Изменяются все орбиты. Мы движемся все честно. Сегодня у нас достаточно безоблачная погода. Интересно. Потому что иногда было такие низкие погоды. Ничего не видно. Тут сегодня у нас хорошо. Прокрасно контролируем. Потому что у нас двигатель не перегрелся. Видите, появился оборхит. Но тут же исчез. То есть. Где-то мы на грани. Между перегреванием двигателями и нормальным. У меня стоит мод Hot Rockets, который заменяет стандартный эффект двигателей на более красивый. То есть там в системе частиц, ребята, мы работали. И добавили эффекты. Так, пять километров. Скоро мы готовимся к повороту первому. Что-то называется гравитационные панёвры. То есть мы начинаем поворачиваться вдоль движения и вращения планеты. То есть вот так. Изменяем. При этом мы стараемся сохранить себя на курсе 90. Если я буду держать не на курсе 90, соответственно, моё наклонение орбиты по отношению к экватору планеты тоже будет не 90 градусов. Да, то есть она не будет лежать в полности экватора. Она будет лежать с каким-то наклоном. В данном случае на это сейчас не сильно принципиально. Вот. Почему это происходит? Почему меня так ровно не держат? У нас есть несбалансированный груз на одной стороне. У нас эта сторона больше перегружена, чем эта. И её действительно тянет в сторону. То есть мне приходится руками компенсировать. Не сильно это выходит. Я не хочу вырежать. Да и для нас это не так критично. Поэтому для меня это сейчас тоже не стоит первоочередной задачей. Выравнить чётко на курсе. Летим потихонечку. Высота у нас такие 30, надо немножечко поднять, но затрать, потому что чувствую, что мы уже не промахнулись. То есть, например, эти конусы изменяются. Новый эффект в хот-рокетсах. То есть, с увеличением высоты у нас изменяется плотность атмосферы. И, соответственно, по-другому идёт визуально исключение из двигателя и стечения. Так, смотрите, мы достигли 80 километров. В принципе, хорошо. Потому что я уже начал бояться, что не достигнем. Соответственно, сразу планируем себе манёвр. Выравнивание орбиты до круговой. Так, стоп. Сколько? 133 уже перебор. 97. 92. Можно ещё чуть поэкономить топливо. 84. На всё про всё нам надо придать ещё 800, грубо говоря. Метр в секунду. Значит, estimate burn будет 30 секунд. Значит, нам надо разделить его пополам. И отнять от времени t. Значит, время t у нас сейчас ещё 1 минута 30 секунд. Значит, через минуту 15 мы должны будем дать импульс. Пока мы совершенно спокойно летим. Высота у нас ещё не такая высокая. Давайте сделаем crew report. Вот. Получим 3,5 science. В космос выходить ещё пока не будем. Потом, когда установится орбита уже круговая, тогда выведем нашего джипадая. Топлива нам должно хватить и для того, чтобы выравнить круговую орбиту, для того, чтобы сойти с неё, то есть приземлиться, да, дать импульс для того, чтобы затормозиться и изменить нашу орбиту. Вот мы летим в тёмную сторону, кстати. Вот. На небе у нас тоже стоит мод. Вот, посмотрите, как раз, а. И тут где-то у нас, я сейчас не вижу, вот, у нас есть соседняя галактика. Будем считать, что это галактика Андромеды. Так, не проворонить время импульса. У нас ничего не автоматизировано, поэтому только мы отвечаем за это. Если провороним, значит, будет суборбитальный полёт. 17, 16, даю импульс. Так, дошли до точки 0, да, вот, и дальше мы будем. Лично половину пульсом дали. Я вот только вышел, может, нам не хватит топлива с этих орбитами. Бог с ним, оставили чуть-чуть не круглую орбиту. Нам это и не надо. Значит, проводим быстренько все эксперименты. Берём все данные. Выводим нашего кербела. Точнее, не то нажал. EVA. Выводим кербела в открытый космос. Мы дальше попадаем. Делаем EVA-репорт. Запускаем обратно в консервную банку нашу. Сразу забираем ещё лоб магнитометр. Да, да. Крафт атмосфер менеджмент сенсор деплоинт. Да. 5 данных мы получили. И закрываем его. Вот. Антенну мы не взяли, поэтому мы передать не можем. Кстати, с магнитометра у нас передаётся в 100% объёме информация, поэтому мы с него ничего не теряем. Основные вещи сделали. Значит, этот я специально не трогаю, потому что я хочу, когда буду входить в атмосферу, взять с него экспериментальные данные. Значит, разворачиваемся в Promgrade. Смотрим, где мы сейчас. Вот в апогее, когда будем в самой высокой точке. Мы дадим обратный импульс. И затормозимся. Я чуть-чуть ускорюсь. Вот апогея у нас. Все готовы к снижению, но... Да, вот... Тридцать... Двадцать семь. Смотрите. Значит, топливо у нас закончилось. А орбиту мы не снизили до точки. Такой, чтобы она пронзала Землю. Но, дав мы войдём в атмосферу, мы замедлимся сами собой. То есть, так называемое торможение атмосферой даст нам эффект того, что мы всё-таки снизим нашу орбиту. Я увеличу просто скорость сейчас, чтобы было бы временно это не тратить. Максимум. Вот. Четыре при входе в атмосферу. То есть, это значит, наша... Высота полёта, видите, 66 километров. На скорости 2200. Значит, смотрите, наш... Берегей уменьшается. То есть, мы тормозим в атмосфере сами собой. Видите? То есть, без дополнительного торможения двигателем, мы это производим сами. Так. Ну, подождём немножко, пока мы упадём совсем. Вот здесь по этому окушку можем контролировать наш... Берегей. Поэтому я переключусь на вид корабля. Вот изменилась камера, соответственно. Уже у нас... 20 километров. Видите? Да, и верхняя точка тоже падает. Апогей. Отстегну сейчас... Всё правильно. Да. Всё. Отделился. Я буду... Вот этой частью влететь. Смотрите, у меня сейчас 44 километра. То есть, я нахожусь в верхних слоях атмосферы. Я запущу сейчас Google Container на сбор данных. Да. Вот. То есть, чтобы у меня в этом и в этом контейнере были разные данные. Совершенно, чтобы у меня не получилось так, что я один контейнер просто свозил с собой на орбиту. Без полезно. Вот всё. Смотрите, наша орбита уже ушла на минус 30 километров. То есть, атмосфера нас очень сильно тормозит. Видите? Что всё, всё хорошо. Будем сказать, что мы почти правильно рассчитали. Как будто так и надо было. Сейчас немножко развернёмся. Так уж, чтобы совсем было ровненьким. Заряда батареи у нас более чем достаточно. Ну, у нас полёт-то был. Видите? Раз-два я пчёлся. Вот мы переходим потихонечку на светлую сторону. На солнечную. Да. Возвращаемся. Вот у нас будет, видите, мы где-то в районе терминатора. И упадём. То есть, терминатором называется вот именно зона перехода планетарная между освещённой и тёмной частью. Называется терминатором. А не дядька Шварценеггер с пулемётом наперевес. Так. Ну вот, мы уже вошли в атмосферу. Благодаря тому, что у нас нет Deadly Render. Нас хоть и подкручивает, но не палит. То есть, мы всё-таки вернёмся на Землю целенькие и здоровенькие. Скорость стремительно падает. Мы тоже стремительно падаем. Со скоростью 500 метров в секунду. Так. Я ускорю этот процесс. 8 километров. Смотрите, мы вообще вертикально падаем. 5 километров. Надо выпускать парашюты. И ускорюсь до... Где мы там на какие поля упадём? Какие-то предгорье. Значит, я немножечко... Не могу даже пересилить. То есть, я нажимаю, поднимается и обратно его отбрасывает. То есть, скорость у нас 5.4. В принципе, это очень лояльная скорость для деталей. То есть, взрыва у нас не произойдёт. Я очень хочу в это верить. Потому что наша Земля приближается достаточно быстро. И сейчас посмотрим, сколько мы науки насобирали. Вот с такого псевдоорбитального полёта. Вот наши парашюты раскрылись. И 5.2 скорость наша... Ну, целые, невредимые. Отлично. Всё. Даже не буду брать sample surface. Камеру я вам продемонстрирую сейчас. А то вот я сейчас увидел и забыл про неё совершенно. У меня стоит мод, который добавляет... реальные панели MDF, да, которые... MFD. Multifunctional Display. Вот. И когда я захожу в кабину, у меня на месте просто визуальных и текстурных графических элементов появляется реально функционирующий дисплей. Смотрите. 3 дисплея в данной кабине, которые я могу очень много... Вот у меня на самом деле, если так серьёзно подойти, я могу не выходить из вида кабины и полностью провести все мои манёвры. То есть, с Kerbal Space Program с этим модом превращается в орбитер, если кто знает. Это с симуляторами тоже космический. Вот. Значит, пожалуйста, вот наш навбол со всеми серьёзными данными. Вот наш график высоты, как мы снижались, как нас болтало. Видите, вот тут вот. Такой же есть и график взлёта. Значит, где у нас тут Engine Indicator, да. Второй раз нажатие у нас даёт MFD такого уровня. То есть, навбол хорош на взлёте, осадке. Вот это хорошо на орбитальных манёврах. Дальше у меня есть представление орбиты. Причём, смотрите, тонкая линия синяя. Это наша поверхность планеты. Серая линия показывает нам в верхнюю высоту атмосферы. То есть, когда синяя толстая, ну вот синяя, не жирная, а более интенсивная, показывает нам нашу траекторию. Да, вот от центра. Когда мы летели, она у нас была вот реально круглой. А потом, когда мы начали снижаться, она начала попологать. В следующий раз покажу, как-нибудь сделаю запись одного ролика, который показывает полностью управление с кабиной. Причём, мод B9, да, который, наверное, многим известен, кто не первый раз сталкивается. Вот камера наша, кстати. Вот, External Camera 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Вот, значит, я её могу управлять, я её могу приближать, удалять. Я её могу, ну, не эту, не все, скажем так, но некоторые я могу двигать по азимуту, по зуму. То есть, в очень многих позициях она двигается, чуть ли не в трёх плоскостях. То есть, и запишем как-нибудь ролик, где можно полностью будем управлять из кабины, потому что данных здесь хватает более чем достаточно. Тут можно выбрать сразу целями наши объекты. То есть, я не должен выходить на вот эту карту, да, тыкать там на объект и говорить, вот, Set is Target, да, например. Вот, кстати, несмотря на то, что я выбрал, вот смотрите, видите, Current Moon, наша Target. И если я вот вернусь к виду орбиты, да, у нас уже будет орбита немножко другая. Видите, она показывает маленькую орбиту нашу и показывает Moon. То есть, я могу здесь планировать точки изменения траектории полёта, да, прямо отсюда и буду видеть эту орбиту прямо здесь, как я попаду или не попаду на Moon. Тоже очень интересно достаточно. Ну, на этом всё. Камеру я показал. Забираем наш весел на разбор учёным. И посмотрим, что они нам скажут. А скажут они нам хорошо, 66,5 поинтов. То есть, 89, а наша 45. Нам не хватает одного Science Point, чтобы открыть две науки. Сейчас что-то придумаем срочно для того, чтобы получить этот Science Point 1. Значит, на этом с этой серии мы заканчиваем. В следующей серии добудем один Science Point. И откроем сразу две науки. Всем спасибо, ставим лайки, комментируем обязательно. Хорошее, плохое будем разбирать. Всем спасибо, подписывайтесь, дальше будет интересно.